Вы смотрите отзыв об отеле El Draco. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Сандрей, который был в нем в 2017 году. Про отели El Draco и его окрестности. За две недели до начала тура цена турпакета на одного человека из Москвы у Библиоглобуса составила 26 800 рублей. Тур с 30 сентября по 6 октября на 6 ночей. В турпакет входили перелет, трансфер, проживание, питание НВ+, напитки на ужин бесплатно, медстраховка с покрытием в 35 000 евро, страховка от невыезда. Выбирал исключительно городской отель с хорошим расположением и обязательно с завтраками. В этой же ценовой категории или немного подороже были, Эфрика, Амарилес, Василия, был уже в стопе, Европа, Реа, Карина, Винус, Алексия, Премьер, Навсика, Партанан и еще с десяток отелей, в том числе Наол, Рейнбол. Но выбор пал на El Greco, El Greco, несмотря на его недостатки. Скорее всего в этот отель можно не раз еще вернуться. И такое мнение у многих, с кем обсуждали это в отеле. Итак, начнем. Перелет авиакомпании России из Мукова на двухэтажном Боинге. Рейс 4.05 утра, но вылет задержали на 35 минут из-за неявившихся на посадку пассажиров. В аэропорту Диагрос паспортный контроль прошел очень быстро, багаж ждал долго. Трансфер в отель с заездом в отеле Кремасти, Ялисус и города Радоса. Наш отель был последним. В дороге получили минимум полезной информации и послушали страшилку об опасности брать в аренду машину. Особенно если нет им буи, что самое страшное, если не у своего гида. Высадили напротив мэрии и до отеля 200 метров шли самостоятельно. В день отлета из отеля забрали за 2,5 часа до вылета. В пути объяснили правила регистрации, провоза багажа и возврата ТАКС-3. Обратно вылетели на Боинге 737, 800 строго по расписанию в 13.10. Регистрацию, сдачу багажа, паспортный контроль и досмотр опять прошел очень быстро. Самолеты у авиакомпании вполне хорошие, экипажи очень дружелюбные, питание отстойное. Расположен отель очень хорошо. До Средиземноморского пляжа у казино идти 4 минуты. Лежаки платные, но можно загорать на полотенце. Напротив отеля и бескус бесплатный беспарольный Wi-Fi. Купался в основном там, так как на Эгейском побережье почти всегда были волны. До пляжа у Ницис идти 7-8 минут. До автостанции идти минут 7-8. До стен старого города и ворот Д. Амбруас минут 9-10. До платных парковок у мэрии идти 2 минуты, у кафе Эли 3-4 минуты. Стоимость 1,5 евро в час. Напротив платной парковки, бесплатная парковка, но ночью машину я там не стал бы оставлять. Днем парковка забита. Там же начинается набережная и порт Мандраки. Утром в городе хорошо встречать рассвет на Средиземном море. А вечером смотреть на закат на набережной или на пляжевое Гейского море. Несмотря на то, что отель находится в оживленной части города, в отеле намного тише, чем в прошлогодней Василии и вообще в том районе. В 150 метрах находится мэрия и полицейское управление. В 50 метрах приличный по городским меркам. Супермаркет. Совсем рядом отель Константин, несколько небольших магазинчиков и нешумный бар и кафе. Дорога с односторонним движением и совсем не оживленная. Чуть подальше множество магазинов, баров, ресторанов. Жизнь кипит. Приятно прогуляться и по новому городу. Посидеть в ресторанчиках. И сделать какие-то покупки. Мы дружно к Оромской компании сходили в 9-ти деки на зал. Интересный не только 20-минутный фильм про историю острова, 10 евро, и 6-минутный анимационный фильм, 3 евро, но и документальная кинохроника начала 20-го века, которую смотрели в холле в ожидании своего сеанса. Совсем рядом с отелем есть раскопки и мечеть Мурата Рейса с мусульманским плодбищем, построенные на месте рыцарской усыпальницы. Но, конечно же, самым замечательным местом для прогулок является Старый город. Заплатив 5 евро в стоимость входит напиток, можно подняться на часовую башню, откуда открывается вид на весь Старый город. Или заплатив в кассе Дворца Великих Магистров всего 2 евро пройти по части крепостных стен. Открыто с понедельника по пятницу с 12-ти, 0-ля до 15-ти, 0-ля. Утром Эдорова обойти стены по периметру по крепостному рву. Вечерний Старый город просто притягивает. Про прогулки по Старому городу есть небольшие обзоры в моих прошлых отчетах. Незамечательный отзыв форумчанки Злата Кей. Вернемся к отелю. В отеле на ресепшн нас встретил владелец этого отеля и глянув, ваучер тут же выбил ключ. Никакие анкеты бланки никто не заполнял. Отель небольшой, старенький, с некоторыми недостатками. Часть номеров выходит на смешной бассейн, дорогу и соседний отель Константин. Другая часть номеров на внутреннюю территорию Константина и его бассейн, апартаменты. В поле отеля стойка регистрации, столики, кресла, диваны, телевизор, холодильник, витрина с напитками. Сейфы и бар с большим выбором алкоголя и напитков. Все продается по довольно низким для города ценам. На ресепшн можно оплатить аренду сейфа, 1 евро в сутки, и кондиционера, 3 евро в сутки. К моему приезду кондиционеры были отключены. Вай-фай бесплатный и только в поле. Но говорят, что отельный вай-фай добивают до некоторых номеров. Можно сходить в соседний отель, заказать напиток и потом весь отдых пользоваться их интернетом. Заселился в номер 110 на втором этаже. Номер небольшой. В комнате нормальная кровать, шкаф для одежды, зеркало с полкой, фен, телевизор, фумигатор, тумбочка, один стул, что-то типа скамейки, шкаф для посуды и может быть важное для некоторых туристов. Имеется кухонный уголок с встроенными плитой, мойкой и холодильником. Чайник можно бесплатно взять на ресепшн на весь срок проживания. В номере всего одна розетка. Хорошо, что номер закрывается на обычный ключ, уходя, можно оставить заряжаться планшет или бритву. Номер не обесточивается. Вся посуда и кухонная укладь на фотографии. Санузел очень маленький. Подон мойки стоит вплотную к унитазу. При заезде дают два кусочка мыла и два полотенца. Освещение в номере хорошее. Балкон небольшой, но мы строем там спокойно поместились. На балконе два стула и стол. Сушилки нет, но у многих натянуты веревки. Вид на соседние отели и апартаменты. Было тихо. В каждом номере обязательно должно быть что-то сломано. У кого-то дверка шкафа, у кого-то столешница. В моем номере крепление для душа. Инженерное образование помогло устранить эту проблему. Обслуживание хорошее. Номер убирали каждый день. Постель и полотенце поменяли дважды за шесть дней. Постельное белье в очень хорошем состоянии, полотенце немного застиранное. Питание типа НВ+. В столовой полное самообслуживание. Посуду за собой убираешь сам. Завтраки очень однообразные и слабые. Всегда малосъедобный омлет, хороший йогурт, мюсли, по одному виду феты, колбасы и сыра, нормальные по вкусу, оливки, что-то из овощей. Скромно, варенье, джем, молоко, юбпи, чай, лицем, вятки, кофе. По одному виду кексов и хлеба каждое утро. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.